Девушки отдыхают Но ее сестра забыла про оказанную услугу и теперь хочет оставить благодетеля без крыши над головой. Ваша честь, я пришел в гости к своим детям. Я хожу минимум два раза в неделю. Да тебе это плевать на этих детей. Заткнись с тебя, уже все услышали. Легкомысленная жена изменяла мужу направо-налево и рассказывала об этом в соцсетях. Но реакция мужа на ее похождение ей совсем не понравилась. Она никогда его не любила, она постоянно ему изменяла. Я знала, где она, с кем она гудает. Она знала, где что. Знаете, я бы тоже от вас сбежала, я не сказала бы куда. У мужчины пропала любимая жена. Спустя пять лет ее признали умершей, а спустя еще два года выяснилось, что женщина жива. Но чтобы снова стать ее мужем, ему необходимо развестись со второй женой. Истец требует признать за ней право на наследство погибшей сестры. Ответчик заявляет, что он является фактическим мужем сестры истца. Слушается дело по иску о признании права собственности в порядке наследования по закону на имущество умершей сестры и племянников. Истец Соболь Анна Романовна, ответчик Татушев Руслан Михайлович, подан встречный иск об определении супружеской доли в имуществе умершей, об установлении отцовства в отношении умерших детей и о признании за истцом по встречному иску права собственности в порядке наследования по закону на имущество умерших детей. Пожалуйста, истец, слушай вас. Ваша честь, четыре с половиной месяца назад погибли мои родственники. Муж мой погиб, сестра родная и дети ее погибли в ужасной автокатастрофе. В общем, остался дом небольшой, загородный. Сестра моя купила его по материнскому капиталу, посредством полученным от материнского капитала, приобрела. И я единственный наследник этого дома. Вот знаю, что жили они там с этим Русланом. Не знаю, что между ними было, я даже разбираться не хочу. Вот где-то два года прожили. Знаю, что работали они вместе, но осудили Руслана за мошенничество, осудили. И все, что ты знаешь? Не знаю, что за отношения. А дети? От кого дети у вашей сестры, вам известно? Знаете, дети никакого отношения к этому человеку не имеют, потому что в отцелительство рождения стоит прочерк. К кому имеют они отношения? Когда дети родились? Я не могу сказать. Когда дети родились? Вот детям пять лет от роду было. А не двойняшки? Да, двое мальчиков, мои любимые племянники. Этот человек никакого отношения вообще не имеет. Я хотела его с полицией. Но ваша сестра говорила, от кого у нее дети? Я знаю, что у нее был молодой человек Николай. Бросил ее, как узнал, что беременна. Поэтому я уверена, что вот этот Руслан никакого отношения не имеет абсолютно. Какой Николай? Ты сейчас придумала? Почему свидетельство о смерти у них Романович отчество у обоих? Потому что никакого Руслана там и в помине нет. Есть Николай. А все эти в своем рождении прочерк у детей стоит? Прочерк? Я же вам говорю, вот пожалуйста, свидетельство о рождении. Везде стоит прочерк. Ваша честь. Других наследников у вашей сестры нет, кроме вас. Николай нет, все погибли, все умерли родители. Я единственный наследник, вы понимаете? Поэтому я прошу право за домом оставить все-таки на меня. Вот я пыталась с полицией выгнать этого человека, не смогла. Вот если муж мой был... А он проживает в этом доме? Ответчик, да? До сих пор проживает. Он зарегистрирован в этом доме? Вот уж не знаю насчет этого. Не сказать не могу, что там... Хорошо, передайте, пожалуйста, документы. Понимаете, этот человек осужден именно за мошенничество. Поэтому я уверена, что он мошенническим путем хочет эту половину дома отобрать. Потому что я была у нотариуса, нотариус сказал... Ну, если бы он хотел мошенническим путем, вряд ли бы он, наверное, в суде этот иск стал предъявлять. Давайте все-таки послушаем. Ну, если он осужден за мошенничество. Ну, осужден, освобожден. Обалдеть. Отсидел. Я ему не верю, этому человеку. Так, пожалуйста, ответчик. Ваша честь, я... Сначала отношение к основному иску. Ну, это все бред. Я изумляюсь этому человеку. На самом деле, я ее очень хорошо знаю. И она меня прекрасно знает. Я просто вспоминаю, как мы вместе отдыхали. То есть, мы не состояли в браке, потому что... Ну, во-первых, меня осудили. Мошенничество там проходило по финансовой компании, в которой мы с Юлей работали вместе. Я взял вину на себя, потому что Юля была на тот момент беременна, и я не мог позволить, чтобы мои дети появились на зоне. Конечно. Финансовые махинации какие-то были, да? Ну, да. И этот человек меня благодарил за то, что я такой благородный мужик. Смог взять вину на себя, и ее бы, якобы, мужчина этого никогда не сделал. Сейчас она делает все наоборот, говорит, что я мошенник, и что мое появление, то, что я претендую на плодом... То есть, вы были осуждены по этому преступлению, и сколько лет вы отбыли наказание? Два года. Два года. Я вышел по условно-досрочному освобождению. Кстати, пока я сидел, Юля мне писала. То есть, мы поддерживали отношения очень тесно. Ну, семейные. Это была семья. Вернулись к ней? Потом? Ну, когда вышел? Да, да, конечно. И вот, кстати, можно по почерку понять, что это Юля. Может, ты еще не узнаешь? Не надо мне в лицо тыкать. В лицо тыкать. На самом деле, в этом письме... Можно я зачитаю? Ну, зачитайте. Просто из письма видно, что мы поддерживали семейные отношения. Дорогой мой любимый Русланчик, считаю дни до твоего возвращения. Дети настолько похожи на тебя, что Аня шутит, что сомневается в том, что я их мать. Аня, это сестра Юли. Артист. Кто артистка, так это ты. Это, между прочим, твоя сестра и твои племянники. Ну, хорошо, ответчик. Я поняла вас. Не надо читать. Поняла. То есть вы просите определить вам супружескую долю. Но вы же не состояли в браке. Ну, этому есть... Вам известно, каким образом приобретался дом? Да, дом приобретался на материнский капитал. Вы вкладывали денежные средства в этот дом? Не копеечки. Дело в том, что... Спасибо. Дело в том, что в это время я сидел. И Юля специально не проставила мое имя в свидетельстве о рождении, потому что ей юрист посоветовал этого не делать. Она благодаря этому получала этот материнский капитал. После возвращения мы собирались зарегистрировать брак. На самом деле. Я вернулся по УДО, да? И юрист в банке, там, ну, крупный банк, в котором работала Юля, посоветовала ей не регистрировать брак со мной, потому что я был в местах заключения. Это ей... То есть вам все советовали не регистрировать надлежащим образом ваши отношения к рождению детей? Да. И вы следовали этим советам. Я потому что любил и люблю до сих пор свою супру. Ну, Юлю. И на самом деле Юля грозила потерять карьеру, если она бы установила брак со мной. И юрист этого банка сказал, что она... Но вы просите еще и установить отцовство в отношении умерших детей. Да, я хотел это сделать, когда их не стало, но я этого сделать не смог. Как в гроб полезешь к детям? К своим, якобы? Ну, вот каким образом? Какие вы можете представить доказательства? Это ее племянники, она так говорит. Какое вы можете представить доказательство, что эти дети были ваши? Кроме этого письма. Да очень просто. На самом деле... Вот, кстати, фотография у меня есть дома, в котором мы жили после моего возвращения. Вы зарегистрированы в доме? Да. Все соседи знают, что мы в течение, кстати, трех лет жили как настоящая семья. После освобождения. Да. После освобождения. Поняла вас. Заявлен свидетель. Да, это моя соседка. Она, кстати, жила вот по соседству с этим домом. Она все прекрасно видела. Хорошо. Она дружила с нами. Послушаем свидетеля. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Свидетель, отвечу, ковойдите. Подкупил. Что, тебя не знаешь? У тебя других нет? Кто это вообще? Я в глаза ее не видела никогда. Точно подкупил машину. Представьте. В глаза. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Маркова Анастасия Сергеевна. Я соседка Руслана. Последние три года я проживала рядом с Русланом, его семьей, и наблюдала за их семьей. Руслан, когда вернулся из межзаключения, затеял ремонт в доме, в огороде порядок навел, забор заменил. Действительно, Руслан был хорошим семьянином. Он очень любил своих детей, постоянно гулял с ними, играл с ними. То есть семья действительно была дружная. Руслан, дело в том, что когда вернулся, когда вот это горе случилось, у него проблемы начались. Он начал выпивать, работу потерял, но потом... Как будто он не раньше не выпивал, да? Подожди. Но потом со временем он пришел в себя и уже как бы стал на ноги, начал как-то думать о будущем своим. Но дело в том, что вот Аня, сестра Юля... Я глаза вас не знаю, кто вы такая. Подожди. Она завистливая очень. И еще ранее она увела у Юли жениха. Потом замуж за него вышла. Неужели? И сейчас она решила еще один такой, знаете, удар нанести Руслану. Вы хотите сказать, что фактически вы проживали и видели, что совершенно нормальная семья. Вы знали о том, что состоят в браке соседи, не состоят в браке? Вам было в этом известно? Нет, таких подробностей, в вашей честь, мы не знали. А детей видели? Да, конечно. Отвечивали папой? Конечно, папой называли. Мы жили по соседству. Потому что другого не было. Просто вопроса такого не возникало. Мы жили как семья. Да, все думали, что это официально, конечно, брак. Он всегда с детьми гулял, всегда с семьей ходили на какие-то мероприятия. Это несправедливо вообще. Я единственная наследница. Что-то удаляется для внесения решения. Далее в программе. Ваша честь, я пришел в гости к своим детям. Я хожу минимум два раза в день. Да тебе это плевать на этих детей. Роткнись, тебя уже все услышали. Прекрасно. Ради популярности в соцсетях молодая женщина придумывала себе любовные похождения. Она не ожидала, что среди читателей будет и ее муж. Она никогда его не любила. Она постоянно ему изменяла. Я знала, где она, с кем она гуляет. Она знала, где что. Знаете, я бы тоже от вас сбежала. Я не сказала бы, куда. Женщина вышла за мужа своей покойной подруги. Спустя полтора года ее подружка восстала из мертвых. А муж выгнал ее из совместно приобретенной квартиры и подал на развод. Видите этого человека? Таких садить надо вообще. Да, конечно. Ты уже отсидел и еще посидишь. Вот такие там сидят. Прошу садиться. Оглашается решение суда. По справедливости. Суд принял решение во встречном иске отказать, удовлетворить основной иск и признать за истицией право собственности в порядке наследования по закону на имущество умершей сестры и племянников. В смысле? Разъясняю, ответчик. Суд не может определить супружескую долю, вашу супружескую долю, поскольку между вами и умершей не был заключен брак. А права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации и заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Так как между ответчиком и умершей не был заключен брак, соответственно, у ответчика отсутствует супружеская доля. Но в данном случае, если бы лица вели совместное хозяйство, проживали вместе и на общие денежные средства приобрели дом или иное имущество, ну, в данном случае дом, и если бы между ними была договоренность о создании совместной собственности, тогда суд мог бы разрешить этот спор в порядке норм Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно статьи 244, и выделить ответчику долю. В случае, если бы было доказано, что ответчик вкладывал денежные средства в строительство или в приобретение дома. В данном же случае, в судебном заседании установлено, что дом был приобретен с использованием материнского капитала, и денежные средства ответчика в этот дом не вкладывались, ответчик это не отрицал. Мало того, в это время, то есть в то время, когда был приобретен дом, умерший, он находился в местах лишения свободы. Поэтому по 244 статье Гражданского кодекса суд не имеет возможности вынести решение. Кроме того, исковые требования по поводу установления отцовства в отношении умерших детей не основаны на законе, так как закон не допускает устанавливать отцовство в отношении умерших детей. Закон допускает установление факта принятия отцовства только в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка на основании статьи 50-й Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому в данном случае также суд не имеет возможности удовлетворить данный иск. Поэтому ответчик не является наследником ни умерших детей, и, соответственно, не является наследником женщины, с которой он проживал несколько лет. Дело закрыто. Прошу всех встать. Но это зверские законы. Как так? Я не понимаю. Аня, ты бессовестная, конечно. Как я поступаю? Ты нёс себя в жертву, ты же... Решение суда. Иск удовлетворить. Во встречном иске отказать. Дом я этот буду продавать, жить я там не буду, потому что всё напоминает о трагедии, о умершей сестре. Мне очень жаль, что в этом мире всё решают бумажки. Человеческие отношения ничего не стоят. Я в результате трагедии потерял семью, работу и жильё. Я не знаю, что делать дальше. Истец требует возместить материальный и моральный ущерб. Ответчик заявляет, что истец сама виновата в возникших у неё проблемах. Истец, я вас слушаю. Ваша честь, я требую, по своему иску, чтобы ответчик возместил мне материальную и моральную компенсацию. Материальную за разбитый им специально. Мой ноутбук. Чей? Мой ноутбук, новенький ноутбук. Я его только недавно купила. И моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. А это за что? За то, что ты меня довёл до нервного срыва. Тише, тише, ты успокойся. Это мой бывший муж. Мы с ним развелись месяц назад. Два месяца или три он ушёл. Забыла, да, уже? Забыла, да. Хочу забыть тебя, как страшный сон уже. Да ты успокойся. В общем, проблемы у нас начались два года назад. Не дёргайте. Так, ответчик, прекратите провоцировать истца. Когда я родила двух мальчиков-близнецов, ну, получилось так, что один из наших малышей родился с рождённым заболеванием. Врачи сказали, что у него ДЦП. Эта скотина ушёл из-за этого из семьи. Потому что... Да, он побоялся ответственности и просто бросил нас. Бросил меня с двумя детьми. Один из них инвалид. Он изначально хотел, чтобы я сделала аборт. Он был изначально против этих детей. Даже когда он ушёл из семьи, он приходил домой, к нам... Что? Прости, я не хочу тебя слушать. Он приходил к нам домой, якобы увидеть детей. Но по факту он приходил и провоцировал меня. Он доводил меня до нервного срыва, до истерики. Ему было прикольно смотреть на то, как женщина с двумя детьми, всё ещё зависящая от него материально, так уж вышла, просто в истерике какой-то бьётся. И в последний раз, когда он пришёл, он якобы приревновал меня к моему знакомому. И разбил... У вас брак-то расторгнут? Да, мы развелись. Мы развелись. И он сам живёт с какой-то женщиной. И я этого вообще не скрываю. Такая ревность. Кому здесь уже ревновать, Ваша честь? Кому здесь уже ревновать? Можно я, пожалуйста, на сообщение скажу. Я спрашиваю сейчас. Он взял ноутбук и разбил его. Я не знаю, зачем он это сделал. Сказал, что якобы приревновал. Я отнесла этот ноутбук в ремонт. Новый ноутбук на гарантии. Пожалуйста, у меня все документы есть. Абсолютно все. Мне сказали, девушка, вы что, с ума сошли? Там на 10 тысяч, 500 миллионов частей он разлетелся, этот ноутбук. Его никак уже не собрать. То есть нужно покупать новый. Он ремонту не подлежит. После всех вот этих вот истерик, его и скандалов, которые продолжаются по сей день, у меня случился нервный срыв. Теперь я вынуждена лечиться у психотерапевта. И я требую, чтобы он выплатил 300 тысяч рублей как моральную компенсацию. Потому что моя нервная система просто окончательно расшатана. И это все из-за него. Я серьезно говорю. Скажите, пожалуйста, а сумма материального ущерба это как раз стоимость ноутбука? Правильно? Материального, да. Это стоимость ноутбука 77 990 рублей. Вред здоровью вы не просите взыскать? Не просите. Документы передайте, пожалуйста. Пожалуйста, все документы. Я, если честно, даже не знаю, сколько он зарабатывает. Потому что он выплачивает мне какие-то мизерные копейки. Ваша честь. Пожалуйста, ваше отношение к иску. Ноутбук разбили? Ваша честь. Я полностью не согласен с этим иском. Этот ноутбук и близко не был. Ее нет у него этого ноутбука. А чей это ноутбук? Это мой ноутбук? Это мой ноутбук. Я знаю, который я еще давно покупал. Ваша честь, я пришел в гости к своим детям. Я хожу минимум Да тебе это плевать на этих детей. Заткнись, тебя уже все услышали. Прекрасно. Ответчик, не делайте замечания из ЦУ. Прошу прощения. Я пришел в гости к своим детям. В это время у него находился так называемый знакомый, который кинулся на меня. Который кинулся на меня. Кто на тебя кинулся? Да наплевать всем на тебя. Это была обычная самозащита. Обычная самозащита. Я толкнул, он упал на него. Все дело в том, что моя жена, она довольно-таки знаменитый блогер. У нее много подписчиков, у нее много поклонников. Ну и что в этом плохого? У нас больной, у нас больной ребенок. Это, зачем это? Она все вываливает, вы понимаете? Она все вываливает, что было и чего не было. Она все вываливает ради подписчиков, ради славы. И что, вы из-за этого развелись? Разве у этого человека есть какие-то моральные устойки, какие-то моральные качества? Она начала очернять меня, всю нашу семью. У нее вообще нет ничего человеческого. Ее поклонники начали угрожать мне. Мою машину облили краской. На меня пытались уже напасть. Да что ты врешь-то, я не пойму. И все это ради чего? О какой она семье говорит? О каких детях она говорит? Она все делает только... Изначально для того, чтобы содержать нашу семью. Ваша честь, я сейчас помогаю своим детям. Я плачу алименты. У меня есть доказательства, у меня есть выписка со счета, что я плачу алименты. И помимо этого, помимо этого, я также одеваю детей, покупаю еду, я общаюсь, я гуляю со своими детьми. Какую сумму вы оказываете материальную помощь детям? Помимо официальных тысяч 20, я также помогаю. Сколько по возможности, что детям надо, то я и делаю. 20 тысяч вы выплачиваете алименты на двоих детей? Я оплачиваю их официально. Один из которых болеет. А также я помогаю. Все остальное, все продукты, все это абсолютно мое. Я не знаю, куда она девает свои деньги. У нее много знакомых, у нее много ухажеров. Она любит красиво жить. Куда она девает свои заработки, я не знаю. Поэтому это все абсолютная черри, что сейчас льется на меня. Ваша честь. Вы понимаете, ответчик, у нас спор-то совсем не про это. У нас спор о компенсации вреда. Материального, во-первых. Это даже не ее вещь был. Ну как, представлен чек. Из этого чека, как я могу сделать вывод, ее это или нею? Она представила чек на покупку компьютера. говорит о том, что этот компьютер был разбит вами. Вы не отрицаете, что в результате А если она скажет, что он стоил 300 тысяч, также возьмет чей-то, ваша честь? Чек? Компьютер. Здесь ее фамилия стоит. По карте-то проведено. Сотодолец для вынесения решений. Я понимаю, что я был неправ. Далее в программе. Она никогда его не любила. Она постоянно ему изменяла. Я знала, где она, с кем она гуляет. Она знала, где что. Знаете, я бы тоже от вас сбежала. И не сказала бы, куда. У мужчины пропала любимая жена. Спустя пять лет ее признали умершей. А спустя еще два года выяснилось, что женщина жива. Но чтобы снова стать ее мужем, ему необходимо развестись со второй женой. Ты когда уже покоишься? Дети, подумай. Дети, в первую очередь. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить частично. Взыскать с ответчика в пользу истицы стоимость ноутбука в размере 77 990 рублей. В требовании о возмещении морального вреда отказать. Суд удовлетворяет иск о возмещении материального ущерба, так как ответчик при даче объяснений не отрицал, что в результате его действий был разбит ноутбук, который находился в пользовании истицы. Факт принадлежности ноутбука истицы подтверждается письменными доказательствами, а именно чеком, где указана стоимость этого ноутбука. Ноутбук был приобретен два месяца назад. Соответственно, на суда нет основания не доверять пояснениям истицы в этой части. Доводы ответчика, который отказывается выплачивать стоимость данного ноутбука и говорит о том, что этот ноутбук ей не принадлежит, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. На этом основании в части возмещения материального вреда суд иск удовлетворил. В то же время моральный вред вследствие причинения вреда здоровью взыскивается в случаях виновного причинения вреда здоровью человека. Действия подобного характера ответчикам не совершены, во всяком случае в материалах дела отсутствуют как какие бы то ни было доказательства этого. А конфликтные отношения в семье бывших супругов, которые закончились распадом семьи и даже если они отразились на психологическом состоянии здоровья, на психическом здоровье и так далее, они не являются основанием для взыскания морального вреда. Данные отношения являются межличностными и законом не регулируются. Понятно решение суда? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я очень рада, что он купит мне новый ноутбук и я смогу дальше вести свой блог. Ведь это единственный способ зарабатывать деньги у меня остался. Конечно, я выплачу деньги за этот ноутбук, раз суд так решил. Да, действительно, бедная женщина, нет ноутбука, нет поклонников. Истец требует расторгнуть брак. Ответчик требует определения доли в праве на общее имущество. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, я пришел сюда, чтобы вы нас с ней развели, с этой лживой, двухличной, двуличной женщиной. Мы с ней абсолютно чужие люди. И наш брак это ошибка, понимаете? Она мне лгала все это время. Полтора года, полтора года мы с ней были в браке. Полтора года. Детей, детей у нас, слава богу, нет. Совместного имущества мы не нажили. Как не нажили? Не нажили. Все, все это мое, все мое, понимаете? Ответчица, Маша, это моя вторая жена. Но на самом деле, я всю, всю жизнь свою любил Галю, мою первую жену, которая пропала семь лет тому назад. А я, я просто места себе не находил. Я был в отчаянии, а она все время не давала мне проходу. Она меня окружила вниманием, и я сам даже не понял, как с ней стал сожительствовать. С ней стал в гражданском браке. Но на самом деле, я любил Галю, понимаете? Галю. И ждал, я знал, что она, я предчувствовал, что она жива, она вернется. Маша заставила, надоумила меня, чтобы я оформил ее без вести пропавшей, официально, через суд. А потом, через пять лет, умершей, понимаете? Но интуиция моя сработала. Галя вернулась, Галя вернулась, и... Где же ваша Галя была все это время? Она... Я простил ей все ошибки. Все ошибки я ей простил, понимать? Да не гуляла она, это ты ее надоумила. Это ты ее, это ты, из-за тебя она ушла от меня, понимаете? А ответчица была знакома с вашей Галей-то? Да самое, что... Да, это моя близкая подруга. Они две подруги. Дело в том, что Маша знала, что Галя жива все это время. Я не знала. Знала, знала, она с ней встречалась, переписывались они с ней, понимаете? Да ты все врешь, не было такого. Кто врет? Мне Галя все рассказала. Дело в том, что Галя... Галя тебе 7 лет была. Где Галя была 7 лет? И почему она с вами не переписывалась? Ну, она... Она не хотела меня расстраивать. Она не хотела... Чем расстраивать? Блин, что она жива? Понимаете, я был... Понимаете, я был просто... Сейчас я могу рассказать все, как бы... Я был в шоке, понимаете? Я был в шоке. От чего? От того, что женились на ответчице или от того, что Галя ушла? Не, она же... Но она же знала, что они... Что мы вместе. Она думала, что у нас... Ну, Маша и я. Да не знала. Да знала она. Она не хотела нас трогать. Она думала, что у нас все будет в порядке. А на самом деле мы любим друг друга. А почему Галя ушла-то от вас и скрылась в неизвестном направлении так, что пришлось признавать ее безвестно отсутствующей и умершей к тому же? Ну, видимо, ей надо было... Да, это 7 лет, но ей было... Надо разобраться в себе было. И, видимо, она что-то хотела решить. И она решила, видите, и она вернулась. Что она решила-то? К вам вернулась или просто вернулась? Да, она ко мне вернулась и мы хотим пожениться. Поэтому я хочу расторгать этот брак. Понимаете? Все, поняла вас. Документы передайте. Галя вернулась и вы хотите расторгнуть брак с ответчицей. Конечно. И прямо сейчас. Ответчик. Спасибо за терпение. Слушаю вас. Ну, произошла такая ситуация, что спустя год, как Галя исчезла, я всячески поддерживала Сергея. Да, у него был трудный момент в жизни. А вы знали, что Галя исчезла в неизвестном направлении? Или вы знали, где она? этого я не знала. Понимаете? Да знала ты все. Ты лжешь. Во-первых, да, я согласна с иском мужа. Я готова на развод, но только в том случае, что я ему так ненавистна, и поэтому я не хочу держать его силы. То есть с иском о расторжении брака вы согласны? Да. Вами предъявлен встречный иск о разделе имущества, но тут прозвучало, и секс говорит, все мое, вы не имеете права, но правда он мне не сказал, что мое, и на что вы не имеете права. Смотрите, какая ситуация. Я могу сказать, что все мое. Давай я скажу, ты же сказала, вы же сказали, что все ваше. Я требую, чтобы признали мою долю на право на общеимущество. Да какую долю? Нет у тебя там никакой доли? Наша двухкомнатная квартира, которую мы купили вместе, когда стояли в браке. Мы с Сергеем долгое время жили в гражданском браке, это же было после исчезновения Гали. Так. И мы хотели улучшить свои жилищные условия. У него была однокомнатная квартира и у меня однушка. Мы продали наши квартиры по 2 миллиона рублей и купили двухкомнатную в городе Курске за 4 миллиона. Я купил двухкомнатную в Курске. Мы сложились с равными частями денег и приобрели эту квартиру. Никуда мы не складывались. Давайте не будем Я сейчас вас выгоню из зала судебного заседания. Ну если она лжет. Вот я говорю, она сейчас... А я разберусь, кто из вас лжет. Я разберусь. Разберите. Ваша честь, у меня есть документы, Когда вы купили квартиру? Купили квартиру? Ну когда находились с ним в официальном браке. Да не покупала она никакую квартиру. Я купил квартиру. Когда была квартира зарегистрирована? Уже в браке состояли? Или нет? Истец, к вам вопрос. Да. Уже состояли в браке? Да. У меня есть документы, подтверждающие продажу наших однокомнатных квартир. И выписка из банковского счета, которая подтверждает, что я переводила на счет Сергея 2 миллиона рублей. Это собственно и было на покупку двухкомнатной квартиры. За какую сумму была приобретена двухкомнатная квартира? 4 миллиона. Что ты врешь опять? Никуда ты мне не переводила на покупку квартиры. Я срабываю свои документы к делу. Да, пожалуйста. И вот как все случилось собственно с Галей. Она никогда его не любила. Она постоянно ему изменяла. Да это ты подстрекала. Периодически она пропадала. Ты сейчас подстрекай. Замолчи, пожалуйста, дай я все расскажу. Она пропадала, уезжала на некоторое время. И мы с ней созванивались, переписывались, то есть я знала, где она, с кем она гуляет и территориально, где она находится. Она знала, где, что. Но это было до того... Я бы тоже от вас сбежала. Я не сказала бы, куда. Это было до того, как она исчезла в последний раз. Она связывалась с людьми криминальными и со всякими бандитами. У нее было много любовников. Что ты наговариваешь? Сергей, конечно же, не был в курсе, но так как мы с ней близкие подруги, я знала о всяких ее похождениях. И в последний раз она просто исчезла. Я так же разволновалась, как и Сергей, но я не могла с ней связаться, потому что телефон был выключен, и, соответственно, я не знала, где она. Прошел год, примерно год прошел, от Гали ни слуху, ни духу. Сергей, он там чуть ли не прыгнуть с крыши хотел, он был в таком состоянии, я понимала, что я не могу его бросить. И воспользовалась. Ну хорошо, вы вышли за него замуж. Давайте к имуществу все-таки, к имуществу поближе. Вот. Когда вы продали квартиру? До регистрации брака? Уже находясь в официальном браке, я продала свою квартиру, и он свою. Это так, эстет? Меня интересуют только эти обстоятельства. Я же сказал вам, да. Да. Вы продали свою квартиру, да. И ответчица продала свою квартиру. Вы были в браке. Да. И эти денежные средства вы вложили в квартиру? Я свои вложил. За какую сумму была куплена квартира? 4 миллиона. 4 миллиона. Это мои 4 миллиона. Это ваши 4 миллиона. За какую сумму вы продали свою квартиру? Что? Свою квартиру продали за какую сумму? За 2. За 2. 2,5. Скажите, а перечисляло ли денежные средства в размере 2 миллионов ответчица вам на счет? Да. Так, и? Но это был ее долг. Какой долг? Ты мне должна была 2 миллиона до брака. Чем подтверждается наличие долга? Документами, которые... Какими документами? Ну, как бы... Какими документами? Расписка, договор займа. Есть только вот выписка с банковского счета, где я приводила ему деньги. Мы были в близких отношениях. Есть ли у вас расписка долговая на 2 миллиона, либо договор займа? Нет. Нет. Хорошо. То есть вы просите признать эту квартиру вашим общим имуществом и определить доли в размере по 1,2, соответственно, вам 1,2. Да, понимаете, когда мы купили квартиру, Сергей оформил ее на себя. Что ты лжешь? Это наша квартира с Галей. Ну, хватит уже. А Галя вкладывала туда денежные средства? Она вкладывала в первую квартиру. В первую квартиру? Да. Можно сказать, я продал квартиру совместную, можно сказать, нашей с Галей. Да Галя, при чем тут Галя? Галя уже давно не была, она исчезла. Так, хорошо. Галя-то у нас когда появилась? Вы когда узнали, что она жива? Узнала буквально месяца два назад. До этого не общались с ней? Нет, мы не общались. Ну, как это не общались? Я так понимаю, что кто из вас заявил? Свидетели-то вы или вы? Галя-то здесь? Да, я вот и хочу позвать Галю. Отлично. Сейчас мы ее позовем. Пожалуйста, пригласите. Свидетель со стороны ИСЦА. Представьтесь, пожалуйста. Таболина Галина Владимировна. Решение суда уже состоялось о том, что вы – это вы? Да. А то вас тут умершие признали. Ваша честь, я очень прошу вас развести поскорее. Вы не можете ничего просить у суда, потому что вы свидетель. Вы можете дать пояснение по существу спора. Что касается расторжения брака, то ваше мнение суд не интересует. Меня интересует ситуация по поводу квартиры. По поводу приобретения квартиры. Известно ли вам что-либо? Собственник квартиры, где мы с Сергеем сейчас проживаем. Собственник Сергей. Квартира появилась после того, как меня признали умершей. У нас была до этого однушка. После этого он стал собственником этой однушки. Продал эту квартиру. И остальную часть добавил. Это были наши с ним накопленные средства, которые были у него на счету. Да какие ваши? Это были мои деньги, которые я получила за продажу квартиры. Никакого ты отношения не имеешь. Я не понимаю вообще, ваша честь. Я не понимаю, почему эта тварь должна сейчас предпендовать на шторм. Ваша честь, я не была 7 лет. Я не понимаю, почему вы оскорбляете ответчика в зале судебного заседания. Ну, понимаете, она испортила нам 7 лет жизни. Почему? Как я испортила? Ты попала, пока не было. Обмана, ты подстрекала. Сейчас я расскажу, как ты испортила нам эту жизнь. Она, понимаете, еще когда мы с Сережей начали встречаться, она уже имела на нее видо... Нет, подождите. Вы уехали 7 лет назад в неизвестном направлении. Так в этом она виновата. Почему? Потому что она что, вас заперла в погребе? Она ходила и постоянно мне капала на мозге, что это не мой человек, что мне нужен другой, более обеспеченный. Да у тебя своя делопада в плечах и снято, при чем, что ты его не приезжала? Она уехала. Друг ее двоюродного брата к ней приезжал, Денис, она меня с ним решила свести. И пошла ходить, что это моя судьба, вот только он мне и нужен. Но вы уехали с ним? Я уехала с ним, да, я поддалась на это. 7 лет я живу. Какая невероятная, отличник. И 7 лет вы скрывались? Я не скрывалась, я просто не стала говорить мужу. Он так любил меня, так трепетно относился ко мне, у меня язык любил. Что вы решили, что лучше пусть он подумает, что вы умерли, утонули, провалились. Мы общались мы с тобой. Мы с тобой общались. Ты постоянно ему извиняла. Что ты врешь? Что ты врешь? Она все ему расскажет. Ты обманываешь. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Ты шлюха, ты просто постоянно... Знаешь что, дорогая моя, после того, как ты не испортила вот этот сюжет. Тихо, 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 тихо. Еще ты мне будешь говорить, что ты там не при чем, да? Сама уехала, сама выбросила. Я, может быть, и уехала только из-за того, я уехала в итоге. Да не обращайте на нее внимания, она того не стоит. Да как не обращать внимания? Вот эти 7 лет, ну что такое было? Да ладно. Я тебя не заставляла бросать мужа. Я не понимаю, что мне будет жить в жизни вообще. Порядок залезу, да. Прошу садиться. Спасибо, судебный пристав. Тишина в зале суда. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между истцом и ответчицей расторгнуть. Иск об определении доли в праве на общее имущество также удовлетворить и признать за ответчицей право собственности на одну-вторую долю квартиры. Соответственно, вторая половина квартиры будет принадлежать истцу. Брак расторгается на основании статьи 22, часть 1-я Семейного кодекса Российской Федерации. Также суд определяет долю каждого из супругов в спорной квартире на основании статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как данная квартира была приобретена ими в общую собственность, хотя и была зарегистрирована на имя истца. Но в судебном заседании установлено, что стороны продали свои добрачные квартиры. Ответчик продал свою квартиру и, соответственно, истец также продал свою квартиру. Эти квартиры были добрачные. Соответственно, новая квартира приобретена на эти денежные средства, но на имя истца. Таким образом, эта квартира приобретенная является общим имуществом, но эта квартира не является общим супружеским имуществом, так как супружеское имущество приобретается на общие супружеские средства. Здесь же квартира была приобретена на личные средства каждой из сторон. Поэтому разрешение данного спора происходит не по нормам семейного законодательства, а по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Суду представлены письменные доказательства того, что квартиры были проданы. Денежные средства, которые ответчик выручила от продажи квартиры в размере 2 миллионов рублей, были перечислены с ее счета на счет ИСЦА. Утверждение ИСЦА о том, что это были долговые обязательства, не подтверждены в судебном заседании. Напоминаю сторонам, что каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в суде. Поэтому суд не признает и не принимает данные пояснения ИСЦА. Решение оглашено. Дело закрыто. Я этого так не оставлю. Я буду подавать высшие станции. Понятно? И мы разберемся, кто из нас прав. Очень жаль, что я 7 лет своей жизни отдала этому человеку, который просто недостоин был меня. Но хотя бы половина нашей квартиры признана моей по закону.